Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. 66 новых школьных автобусов выйдут на линию в начале учебного года. Сейчас для них ищут водителей. Бдительны все инспекторы и пассажиры. В Сочи начались активные проверки общественного транспорта. Управляющие компании обязаны обработать деревья от вредителей. Результат проверит жилинспекция. Три из трех. Команда «Б» выиграла третий матч у команды «А». В Сочи завершилась программа «Твой шанс». Резкое ухудшение погоды прогнозируют синоптики на Кубани. Регион уже вечером захватит дожди с грозами. В выходные температура опустится до 22-26 градусов днем, а ночью до плюс 16. Ливни ожидают по всей территории края, особенно в горных районах. Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что все экстренные службы края переведены на усиленный режим работы. Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле. Особенно это касается предгорных и прибережных районов. Все пляжи и места отдыха людей должны быть под круглосуточным наблюдением специалистов. Необходимо еще раз проверить систему оповещения, оценить силы и средства для ликвидации возможных последствий ЧАЭС. Если потребуется, направим дополнительную технику. Метеорологи прогнозируют шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Также в крае высока вероятность выпадения града. Более 10 миллиардов рублей в этом году получат муниципалитеты Кубани на реализацию нацпроектов. О том, как идет выполнение программ, говорили сегодня на совещании у главы региона. О деталях Вениамину Кондратьеву доложили вице-губернаторы, профильные министры и руководители городов и районов. Хороший темп набрали проекты, связанные с безопасностью и качеством автодорог, демографией и культурой. Губернатор напомнил всем о персональной ответственности за срыв в реализации национальных проектов. Национальные проекты – это проверка должностных лиц всех уровней на мобильность, организованность, профессионализм, результативность. Это единственный шанс сделать рывок и экономический, и социально-бытовой, и в целом рывок благополучия жизни жителей нашего региона. Давайте этим воспользуемся. Мы и национальные проекты живут в одном алгоритме. Только тогда будет результат. Коллеги, я других способов не вижу. Я к вам ко всем с большим уважением отношусь. Но здесь надо работать 24 часа в сутки. И к этому вы должны уже быть готовы. Чтобы полностью реализовать нацпроекты, в Край должны выполнить 46 региональных. Все они разбиты по 11 направлениям и затрагивают самые важные сферы жизни – от здравоохранения до экологии. В текущем году на выполнение региональных программ предусмотрено 24 миллиарда рублей. Указом президента на Кубани назначен новый председатель Краснодарского краевого суда. Алексей Шипилова представил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. В торжественной церемонии участие приняли полпредпрезидента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Вениамин Кондратьев и спикер регионального парламента Юрий Бурлачко. После окончания Белгородского государственного университета Алексей Николаевич работал в прокуратуре, затем судьей одного из районных судов города Белгорода, затем в течение уже почти 9 лет он председатель Белгородского областного суда. За время работы Алексей Николаевич проявил себя хорошим организатором, высокопрофессиональным юристом. Понимаю, что это также и огромная ответственность, учитывая масштабы судебной системы Краснодарского края, учитывая особую сложность, важность, общественную значимость тех дел, которые рассматриваются в судах Краснодарского края. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил, что перед новым председателем краевого суда стоит много важных и нелегких задач. Роль принимаемых вами решений, она огромна. К краю необходима сегодня принципиальная позиция судебной власти по многим вопросам. В частности, это самый главный сегодня вопрос, который вызывает определенные возмущения общества. Это вопрос обманутых дольщиков, безусловно. Принципиальная позиция по вопросам самостроев, потому что без позиции судебной власти здесь мы эту проблему никогда не преодолеем. Незаконная застройка территории, зеленых зон, ну и, коллеги, притворных сделок, они тоже сегодня имеют место быть. И поэтому я думаю, что здесь все вместе объективность судебного решения, принципиальность, она поставит точку в этих всех проблемах. Борьба с самостроями – одна из острых проблем в регионе, решать которую необходимо общими усилиями властей судейского корпуса. За полгода на Кубани муниципалитетами подано 177 заявлений о сносе незаконных объектов. Глава региона также попросил судей не забывать о моральной стороне своей работы, ведь каждый из них должен быть примером для общества. Судья – это тоже человек, безусловно. Его образ жизни, поведение в обществе, оно тоже вызывает максимальное внимание со стороны таких же людей, жителей края. И вот какая оценка жителей края поведению судьи, его образа жизни, тоже очень важно, мы не можем это недооценивать. Сегодня огромный запрос общества на справедливость. Люди связывают реализацию того, что справедливость будет, конечно, связывается с судебным решением, с судебной властью. Очень важно, чтобы судебное решение не было звеном в какой-либо мошеннической схеме. Я надеюсь, что, человек, с вашим приходом мы окончательно поставим точку в таких вот делах. Сегодня на Кубани в рамках совместной работы законодательной и исполнительной власти применяются новые механизмы и инструменты для планомерного развития региона. Инвест-климат, состояние деловой среды, жизнь простых граждан зависят в том числе и от выносимых вами, и от вашими коллегами решений. Срок полномочий нового представителя Крайсуда – 6 лет. Одно из приоритетных направлений для Алексея Шипилова – внедрение современных электронных технологий в процедуру рассмотрения судебных дел. Губернаторский бал в этом году собрал в Краснодаре 2,5 тысячи выпускников. Отличники, волонтеры, победители и призеры Олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований соберутся на Казачьей площади. По традиции колонна выпускников пройдет от сквера имени Георгия Жукова до площади перед зданием Законодательного собрания края. Праздник там запланирован масштабный. Дамы в бальных платьях и кавалеры в торжественных нарядах исполнят вальс, хастл, джайв, полонез и казачий пляс. Также старшеклассники проведут несколько флэш-мобов и запустят челлендж к 75-летию Великой Победы. Все вместе споют «Катюшу». С праздником ребят поздравит губернатор края Вениамин Кондратьев. А подарком для старшеклассников станет выступление звезд российской эстрады. Вечер завершится салютом. Зрители телеканала «Кубань-24» смогут увидеть главный выпускной вечер Кубани в прямом эфире. Трансляция начнется в 20.00. Кроме того, самую свежую и актуальную информацию можно узнать на страницах ВКонтакте и Инстаграм губернаторского балла. И, кстати, в связи с праздничными мероприятиями в краевом центре будет ограничено движение транспорта. 66 новых школьных автобусов готовы выйти на линию в начале будущего учебного года. Они будут возить школьников из отдаленных сельских районов. Действующие школьные автобусы также останутся на линии. Они были приобретены сравнительно недавно. А эта партия пополнит автопарк. Теперь будет 91 машина. У некоторых учебных заведений автобусов будет сразу несколько. Это те школы, где учится много детей из отдаленных поселков. Например, 85-я школа и гимназия номер 9. За ними закреплено сразу 4 автобуса. В городе была проблема по подвозу детей. Сочи закупил специализированные автобусы для решения этого вопроса. К 34 школам мы подвозим 6 тысяч детей. Приглашаем на работу водителей. Как раз сейчас набирают штат водителей. Обращаться можно в управление по образованию и науке. Школьные автобусы имеют свои особенности, чтобы другие водители могли их отличить на дороге и по возможности давать преимущество проезда. Они желтого цвета, есть и познавательные знаки «Дети». Мало того, каждый автобус имеет даже оранжевый проблесковый маячок и оснащен системой громкоговорителя, как все спецмашины. Это машины марки «ПАЗ» новой модификации. На них усовершенствованная, более надежная система тормозов. Ведь автобусам предстоит возить школьников по горным дорогам. Водители считают, что машина удобна. Я также на школе был, просто у нас сейчас организовывается, объединяют все автобусы в одну организацию, и мы переводом вместе с автобусами будем в этой организации. Здесь зарплату обещают 40 тысяч. Меня это устраивает полный соцпакет. Автобусы новые. Автобус имеет выдвижную подножку, чтобы первоклассники могли легко подниматься по ступенькам. И даже специальный датчик. Если человек стоит в проходе, дверь не закроется, и автобус не тронется с места. Проезд для школьников бесплатный, и у каждого ученика должно быть сидячее место. В Сочи проверяют общественный транспорт. Полицейские проводят масштабные профилактические рейды на дорогах курорта. Особое внимание пассажирским перевозкам. Мы сейчас проводим профилактические мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения, особенно с перевозчиками пассажиров. Хочу бы там вручить вот такую вот листовочку, в том, чтобы вы не забывали, что жизнь бесценна. Не отвлекайтесь, пожалуйста, за рулем. Будьте внимательны. На счастливом пути. Утро сотрудников госавтоинспекции начинается с проведения разъяснительных бесед с водителями не только частных автомобилей, но и автобусов, маршруток, такси. Рейды проходят в рамках программы «Курорт-2019» с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий. В рамках рейдовых мероприятий сотрудниками полиции пристальное внимание уделяется пассажирским перевозкам, проверяется путевая документация, режим труда и отдыха водителей. Именно водители несут ответственность за жизнь и здоровье своих пассажиров. Сочинцы и гости города уверены, такие проверки надо проводить чаще. Чем будет чаще эта проверка, тем будет комфортнее на пассажиров. С пассажиром ездят на этом автобусе? В данном случае я довольна. Но как бы комфортно себя не чувствовали пассажиры внутри автобуса, нарушения все-таки были обнаружены. Водитель, по его словам, оставил страховку дома. Вы должны перед рейсом проверить наличие документации, водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства, договора САГО. Что еще? Путевой лист, правильно? Вы должны это проверить? Да. Потом вы подъезжаете на выезд к механику, он вас выпускает, ставит печать, что все проверено. Медика прошли, механика прошли и поехали, правильно? Да, вы правы. А почему нету сейчас у вас при себе страховки? Я его паспорт оставил. Паспорт – это ваше право? Страховка – это право транспортного средства? Да, вы правы. На водителя составлено постановление об административном нарушении. Если он нарушит правила еще раз, инспектор обещал, будут приняты более жесткие меры. Пресекать нарушения могут не только инспекторы, но и сами пассажиры. Зачастую причиной ДТП становится банальная ситуация. Водитель отвлекся на телефон. Глава Сочи Анатолий Пахомов на этой неделе потребовал проводить регулярные инструктажи с водителями. Также в Сочи работает горячая линия. Телефон вы видите сейчас на экране. На этот номер можно отправить СМС или сообщение в АЦАПе. Обязательно укажите госномер автобуса, чтобы руководство смогло выявить нарушителя и принять меры. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Лазаревском районе полицейские изъяли из незаконного оборота более 700 литров вина. Проверки проходят в рамках операции «Курорт-2019». В Лазаревском районе участковые обнаружили две торговые точки, где продают алкоголь в разлив без всяких разрешений. Бизнес организовали два местных жителя. Правоохранители обнаружили и изъяли 729 литров спиртного. Составлены административные протоколы, нарушителей ждет штраф и конфискация товара. В Сочи задержан местный житель, который вместе со своим знакомым ограбил прохожего. С сообщением о нападении в дежурную часть полиции Адлерского района обратился мужчина. Потерпевший объяснил, что на улице к нему подошли двое неизвестных молодых людей и, угрожая металлическим предметам, похитили сотовый телефон и деньги, после чего скрылись. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц полицейские задержали молодого человека, схожего по приметам с одним из грабителей. Для дальнейшего разбирательства ранее судимого 23-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. Деньги, вырученные за телефон, он к этому моменту успел потратить. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас полицейские разыскивают второго грабителя. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 29 июня в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24. Днем 24, 26 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 25. Компания «Соут» приглашает на выставку православие. Монастыри, храмы, иконы и образа святых со всего мира. Встреча с духовенством, православные товары, постная трапеза, мед. С 25 по 30 июня гранд-отель «Жемчужина». Борьба с распространением запрещенных веществ собрала в Краевой администрации участников антинаркотической комиссии. Заседание провел заместитель губернатора Кубани Николай Далуда. Некоторые районы – Брюховецкие, Курганинские, Ейские, Отрадненские, Абширонские – не могут справиться с плачевной статистикой количества наркозависимых и злоупотребляющих алкоголем. Их работу губернатор края признал неудовлетворительной. Сегодня в Край на учете у наркологов больше 33 тысяч человек. Рост показателей в некоторых районах объясняется плохим межведомственным взаимодействием. Решения районных комиссий исполняются не везде. Иногда из внимания полицейских врачей и учителей ускользают и дети. Коллеги, вы все прекрасно понимаете, мы в результате непогодных условий каких-то, как в прошлом году, мы можем потерять часть урожая. Но это восполнимо в следующий год. А вот если мы потеряем детей на этом этапе, вот это трудно восполнить уже. Потому что здоровье восстановить очень и очень тяжело. Если оно будет загублено вот в таком возрасте. Ролики, акции, встречи, лекции. Все это помогает оградить молодежь от цепких рук наркомании и алкоголизма. С начала года в Крае провели более 6 тысяч мероприятий. Активно работают и полицейские, которые выявляют лаборатории, притоны и каналы поставки дурманящих веществ. О том, удалось ли отстающим районам исправить ситуацию и подтянуться к муниципалитетам, показывающим хорошие результаты, вице-губернатору доложат на ближайшем заседании комиссии. 170 тысяч кубанских детей из социально незащищенных семей отдохнут этим летом в здравницах региона. Вопросы занятости школьников на каникулах обсудили на Краевой комиссии по делам несовершеннолетних. Заседание провела заместитель губернатора Анна Менькова. В зале и на видеосвязи правоохранители, кураторы соцблока на местах и представители министерств под особым вниманием детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Именно максимальная вовлеченность в разные виды отдыха, будь то летний лагерь или туристический поход, помогут избежать правонарушений среди подростков, отметила Анна Менькова. Сегодня на Кубани работает полторы тысячи здравницы, и все они готовы принять этих детей. У нас 27 тысяч путевок для этих детей, конкретно предусмотренные на Черноморском и Азовском побережье. И я вам напоминаю, что мы для этого открываем сегодня собственные лагеря в Анапе и в Новороссийске. Открыты два лагеря уже 1 июня. Но мы должны развивать, коллеги, все формы отдыха со 100% охватом тех детей, которые у нас находятся на профучетах. И каждый такой ребенок должен отдохнуть. Разными формами отдыха, или это летний лагерь в школе. Это и экскурсии, и маленькие приключения, и квесты, и новые преподаватели, тренеры, которые появляются в школе и пытаются обучить детей новым навыкам, чем-то заинтересоваться. А летом это в первую очередь турпоходы. В Крае выстроена эффективная система подготовки инструкторов. Но после обучения не все гиды отправляются со школьниками в путешествие. Так, например, в Белоглинском, Щербиновском, Кавказском и Крыловском районах дети не ходили в турпоходы и не участвовали в экспедициях и экскурсиях. Анна Менькова поручила заместителям глав по соцвопросам детально разобраться в сложившейся ситуации. Кроме того, к новому учебному году в каждой школе региона должна появиться ставка педагога-психолога. Специалист, который будет постоянно находиться в учреждении, поможет не только выстроить прямой диалог с учениками, но и узнать, что именно волнует подростков. Управляющие компании города получили сегодня последнее предупреждение. Им необходимо срочно приступить к борьбе с вредителями. В Сочи продолжается размножение американской белой бабочки. Владельцы частных домов заинтересованы в том, чтобы сохранить свои сады. Они активно борются с коварными вредителями. Это не только американская белая бабочка, их с десяток. А вот ситуация с придомовыми территориями многоэтажек совсем иная. Есть ряд управляющих компаний, которые должны проводить обработку деревьев и кустарников, но не проводят. Мы с вами вместе работаем, выполняем одну и ту же самую задачу. Вы это понимали. Нужна помощь – мы поможем. Нужно что-то подсказать – подскажем. Нужно содействие – будем содействовать. Но каждый должен делать свою работу. Работы на муниципальных территориях завершены. Необходимо обработать кусты и деревья во дворах многоэтажных домов. Это уже прямая обязанность управляющих компаний. На совещании были приглашены представители подрядных организаций, чтобы на месте заключить договор. В июле таких санобработок нужно сделать две. Хочется подчеркнуть, что важна именно комплексная обработка, потому что бабочка не знает границ. Бабочка не понимает, на какой территории стоит то или иное дерево. Таким образом, если обработка проводится комплексно, а не кусками, не вырвана, это единственный эффективный способ защиты зеленых насаждений от вредителей. Американская белая бабочка любит мягколиственные породы деревьев, ясень, плен, плодовые деревья, яблонь, алычу, сливаеву, вишню. Прожорливый вредитель имеет еще и поразительную скорость распространения. Если белая бабочка появилась на участке, отмечают биологи, то зараженными станут все близлежащие территории. На сегодняшний день мы работаем в рамках предупреждения, то есть пытаемся стимулировать управляющих компаний для того, чтобы они выполняли свои обязательства. В случае, если они не услышат обязательные требования и будут их соблюдать, в рамках межведомственного взаимодействия с нашими коллегами, будем выезжать буквально в следующей неделе по выездным проверкам. В июле к этой теме подключится краевая жилищная инспекция, которая также проведет проверки управляющих компаний. Те, кто халатно отнесется к обработке деревьев, рискуют получить штраф и повестку в суд. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи завершает сборы паралимпийская команда России по футболу. Спортсмены на побережье готовились к главному старту года – чемпионату мира. Ну а сегодня футболисты смогли отдохнуть от нагрузок и физически, и эмоционально. Они отправились на Мацесту в этнографический комплекс «Вольница». Все подробности в нашем сюжете. На крючок попадается увесистый карп. Через несколько минут еще один. У футболистов сегодня во всех смыслах клевый день. Сегодня долгожданный отдых от сложных тренировок. Свой день паралимпийская команда России по футболу начала в этнографическом комплексе «Вольница». Пока одни рыбачат, другие знакомятся с обитателями зоофермы. Остальные кормят животных. Сначала кроликов и коз, потом уток, лебедей и нутрий. Сегодня у нас в гостях спортсмены, которых проходят сборы в Сочи. Спортсмены могут приехать, насладиться чистым воздухом, отдохнуть, расслабиться после тяжелых тренировок. Посетить баню на дровах, искупаться в водопаде, покормить зверюшек и просто отвлечься от своих спортивных нагрузок. Природа – идеальное место для эмоциональной перезагрузки. Комплекс «Вольница» находится на высоте 400 метров над уровнем моря в селе Семеновка на Мацесте. Это живописное место с тихими прудами, загадочным лесом и бурлящими водопадами. И русской баней. После парной можно окунуться вот в такой чан с водой. Супер! После прогулок к водопаду и бани – сытный обед. Спортсменов сегодня угощали настоящим узбекским пловом. К столу подавали блюда из продуктов собственного производства. Здесь делают мед. В «Вольнице» – своя пасека. И варят сыр из козьего молока. Отличное место для отдыха, а не только для спортсменов, а для местного населения тоже. Что касается спортсменов, кроме тренировок должен быть обязательно отдых. А это отдых, когда мы проводим среди своих друзей, среди вот такой природы. Это, в принципе, дает только положительный результат. Такой прием спортсмены оценили по достоинству. Говорят, получили отличный заряд положительных эмоций и хорошо отдохнули. Впереди главный старт года. Из Сочи футболисты отправятся в Испанию на чемпионат мира. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов. Телекомпания «ФКТ». Три из трех. Команда «Б» выиграла третий матч у команды «А». Участники программы «Твой шанс» провели третий выставочный матч и поставили эффектную точку первого этапа проекта. Программа «Твой шанс» – это возможность для юных хоккеистов попасть в сборную своей мечты. Полсотни спортсменов занимались в Сочи с опытными тренерами, слушали лекции и готовились предстать перед скаутами клубов во всей красе. Путевку в молодежную лигу получили лучшие. Семь человек получили приглашение в команду МХЛ. То есть на просмотр это уже большое дело. Если даже половина из них сможет закрепиться, то я думаю, что это успех для этого проекта и в целом для нашей команды. Матчи, на которых участники программы разбиты на две команды, помогают на деле увидеть потенциал каждого игрока. Накануне игра завершилась со счетом 6-5 в пользу команды «Б» тренера Владимира Громирина. Несмотря на то, что «Белые» открыли счет на 30-й секунде первого периода, уже к середине второй 20-ти минутки соперники ответили четырьмя заброшенными шайбами. Команде «А» удалось сравнять счет, но перевести игру в дополнительное время не получилось. Команда «Б» поставила победную точку с шестой заброшенной шайбой. Этот матч на ледовой арене «Шайба» завершил образовательную программу «Твой шанс». Для ребят здесь были созданы отличные условия. Они с солистами поработали. То есть все так, знаете, на уровне было, если честно. Мне даже сам не очень понравилось. И ребятам тоже. На матче также присутствовали представители студенческой хоккейной лиги. Для тех, кто не прошел отбор в молодежную лигу, они провели презентации своих вузов. Там ребята смогут и играть в хоккей, и параллельно получать высшее образование. В Сочи отметили День пловца. Это одно из самых крупных летних спортивно-массовых мероприятий. Заплывы прошли на пляже Ривьера. Марш! День пловца – один из самых любимых июньских праздников гостей и жителей курорта. В массовом мероприятии приняли участие порядка 500 человек. В том числе и ребята, которые посещают площадки нашего двора. Одноименный проект по инициативе главы Сочи Анатолия Пахомова в этом году включил в себя и организованные морские купания. Сегодня в 17-й раз мы проводим городской водно-спортивный праздник День пловца, который собирает поклонников вида спорта плавания и всех желающих, всех, кто любит плавание, всех, кто хочет принять в этом празднике участие. И, конечно же, в первую очередь это проводится для того, чтобы наши дети, наши сочинские дети, живя на море, умели плавать. Заплывы проводились в несколько этапов и были разделены по уровню подготовки детей и взрослых, поэтому среди участников немало новичков. Профессиональные спортсмены проплывали кролем, брасом, баттерфляем, на спине и вольным стилем. На празднике свое мастерство показали ветераны плавания, чемпионы, рекордсмены краевых и международных соревнований. Среди них оказался четырехкратный чемпион мира, чья карьера спортсмена началась именно в Сочи. В спорте 50 лет ровно. Мастера спорта выполнил в 15 лет здесь, в Сочи, на бассейне Ночайковского. И в 2001 году организовал эти мероприятия, эти соревнования, великолепный день пловца, единственный у нас в России. Многие любители водного отдыха, которым сегодня посчастливилось попробовать свои силы и проплыть вместе с профессионалами, решили записаться в бассейны и спортивные секции. И это лучший результат для организаторов праздника. Елена Овсецина, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.